А можно нам посмотреть, есть у нас в зале кто-нибудь из этого выпуска? Понимаете, понимаете. Дарина Ивановна. Так, а фотография на память? А как же? Это, собственно, то, с чего практически начиналась наша школа. Фотографируйте, что я сделал лицо. Ну, лицо и все остальное. Пиджачок. Прекрасно. Все прекрасно выглядят. Мурно-мурные аплодисменты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, да, все, хотите? Ну, подождите, Анатолий Ивановна, не нарушайте вашу сценарь. Сейчас подождите, все хорошо. Так, мы едем дальше. У нас следующий 1998 год. Улицы Красноярска пустеют, потому что началось вещание канала MTV. Подростки в коридорах обмениваются фразами Бириса и Батхида. Но даже эти персонажи не способны заткнить на дискотеках популярность Андрея Ивановича Шевцова, которого за глаза все называют шеф. Школа 106 принимает эстафету Царского села. По инициативе красноярских писателей в ней открывается городской литературный лицепт. Смотрим на время. КОНЕЦ 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 Ну, я сама себе, да, маленькое слово можно, да? Я просто скажу, что это мой первый выпуск в 106-й школе, в подростковой школе, который в том числе был знаменит тем, что они украли как-то классный журнал. Я собрала родительское собрание, и в середине собрания журнал торжественно выпал из-за доски. Ну, потом не взятали, но сначала было так. А с Андреем Ивановичем мы вот в подростковой школе параллельно выпускали этих замечательных детей. Тоже первый выпуск. Поэтому мы как первые выпускники, можно нам похлопать. Ну-ка, добро пить, будь статистическим. Но поскольку это был год как раз открытия литературного лицея, то мы сочли, как можно в качестве приветствия вызвать сюда прекрасных 11-ти классников, которые тоже как бы выпускники, во-первых. Во-вторых, они уже через 5 лет будут стоять на этой сцене в виде выпускников прошлых лет. Но поскольку они сейчас настоящие, настоящие выпускники и еще некоторые, собственно, ученики литературного лицея, то вот они и поделятся своими впечатлениями о школе. Выходите, пожалуйста. Да, это мы и некоторым уже знакомые экскурсоводы. Да, мы забыли все вам, кто его не вошел на экскурсии. Да. Мы вас почти что даже видим сквозь софиты. Вот. Мы прочитаем небольшие юмористические, значит, строчки. А кто автор, Паша Анатольевич? Устану Карапетян. Да. Ну что же, начнем. Отборные аплодисменты. Прошу вас. Указкой тычу я по карте мимо. Географ стонет, мол, непостижимо. Стою и не краснею перед ним. Ведь круто, что я так непостижим. На уроке чтения ела я печенье. А на математике молча грызла пряники. После на английском перешла к ирискам. Так и стала точной от еды научной. Хорошо вот Пушкиным Александром быть. И не надо Пушкина наизусть учить. Скажет мне учитель, искренне любя. Просим вас, прочтите наизусть себя. Возле школы во дворе, прям на перекличке, Любу Клячкину Андрей дернул за косички. На щеке слеза блестит, но подруги любят. Жарко шепчут, не грустить. Дернул, значит, любят. И от счастья, как во сне, радостно краснея, Люба, как и по спине шмякнула Андрея. У доски стоит Петров, покраснев мучительно. Он сегодня не готов радовать учителя. А учитель, как дракон, фыркает сурово. Он сегодня не готов радовать Петрова. Внимание! Сегодня в 4 часа Иван второгодник следит в небеса. Он был хулиганом, теперь он пилот. Покажет всем нам он и в небо взойдет. Ну, может, не ровно Ам-9-07 взлетит он сегодня взлетит насовсем и путь свой направит далеким мирам и всех нас оставит в покое. Ура! Это еще и все. Вас еще чуть-чуть помочим. Ну, и все. Вот и медь бы, думал Мишка, как у робота мозги. Закачал в них мигом книжки и на улицу беги. Думал робот безутешно. Вот бы мне, как Мишка, стать. Мог бы книжки я неспешно с удовольствием читать. Фотограф орал нам. Дети! Молил, уберите рога! Дергался глаз у Петя. У Гали болталась рука. Игорь плевал в Маринку. Маринка щипала его. Яков желал им резинку. Я кивал головой. На сука вознялся в окна. Рада шла по рядам. Классная вышла фотограф. Зря так фотограф глядал. Представляете? Как раз один выпуск, вам юбилей, 1998 года. Вот теперь можно дать слово точно совершенно Калине Иване, которая что-нибудь про этот замечательный 20-й век из своих учеников скажет. И если бы я еще видела, Калин Николаевич, сквозь этот цвет для Калин Ивана, то я бы ее вытащила. Хорошо, Елена Борисовна, я сделаю так, вот так лучше. Добрый вечер всем. Я должна сказать, хочу сказать следующее. Мы, во-первых, давайте поблагодарим администрацию, гимназию, что она нам устроила праздник. На самом деле, это счастье. Это счастье. Мы пришли туда на встречу детства и юностью. А мы, я в том числе, на встречу со своей молодостью. Поэтому мы приходим туда. Почему приходим сюда именно? Потому что нам здесь было хорошо. И поэтому мы здесь, хотя в очень маленьком числе, так скажем. Что я могу сказать про конец 20 века? Это был ужас, если говорить о том, что все ломалось. Все, чем мы когда-то жили, на чем воспитывались. Это все было переломано, перекручено. Просто терялись. А как дальше жить? Те, кто моложе или дети, они не так остро воспринимали. Но, тем не менее, жизнь школьная наша была очень, крайне интересная. Вот я могу сказать, что я, наверное, представляю сейчас выпуск 88-го года. Почему? Они всегда приходили. Почему это 35 лет, как выпустились, в этот раз не пришли. Потому что Галина Борисовна Беккер в классном году не приходила на встречу. А я приходила всегда. И вот мы вместе отмечали. Так вот, это удивительные были дети, талантливые. У нас был театр. Это Галина Борисовна, конечно, веке организовывала. Очень. Одни девчонки практически. Пять парней. Наверное, 24 девочки. В классе двух. Если говорить про другие выпуски. Я, конечно, в каждом выпуске работала, выпускала. Правда, в то время, конец 20-го века, шли на химию не очень многие дети. Это уже в 21-м расщупали, что надо идти на профессию врача. Что это престижно. Это денежно даже в какой-то степени. Ну, я очень рада видеть сегодня выпускников 93-го года. Потому что это особо дети, несмотря на такое положение в нашей стране, они были очень добрые, очень внимательные. Ведешь урок, перемена, кто-нибудь подходит, конфетку положит, печенье положит. Или что, скажет, у меня день рождения. Или просто так. То есть они как бы от себя вот отрывали, они пытались и учителям вот чем-то угостить. Что-то дети как дети. И все было там. И, может быть, хулиганство такое. Ну, это по детству, что говорится. Но самое страшное, то, что случилось в 91-м году, когда Александр Довыдович сказал, что все, Галина Домановна, мы не занимаемся воспитательной работой. Я говорю, а как тогда работать? Как жить? Да, мы только учим, воспитывать не обязательно. Ну, вы уже люди зослые, вы видите, к чему пришли. Без воспитания в школе. Так что, ну, я, конечно, мне спонтанно слово дали, поэтому я говорю о... Ну, как бы вот то, что, может быть, самое... Можно мне еще сказать кое-что, да? Вот, ребята, вот, конечно, подошли 30-летние, которые уже далеко за 30, а не 30 лет, как школу закончили. Конечно, я попросила, признайтесь, пожалуйста, потому что кого-то 30 лет не видела. Вот, если говорить о том, то, обо мне, то у меня, я так по кругу, грубо подсчитала, у меня где-то за мою творчество, мою жизнь, 45 лет в школе, около 10 тысяч учеников, не выпускников, а учеников. Конечно, с кем я через 5 лет буду, я, конечно, их узнаю. Мне интересно их и семейное положение, и как дома, и про сестру, и братья, потому что мы целая семейная династия, мы учили. Так вот, я хочу сказать о том, что мне нравятся встречи, внезапные такие встречи, которые происходят. В последнее время, к сожалению, учащие, наверное, в больницах, в магазинах, реже на концертах почему-то. Ну, бывают встречи интересные, но это так. Так, это, наверное, уже выпускники 20, хотел бы случай рассказать, 21 века. Ну, расскажу. Так, расскажу. Значит, встречаемся с учениками, как я сказал, в поликлинике. Конечно, мы обнялись, разговариваем, сидим. Я прошла обследование, сидим, разговариваем, смеемся. А люди, ну, сами понимаете, да и с кабинетом сидеть. На нас смотрят и скажут, что это не какая-то тетка, да еще парень, сидит и смеются. Выходит медсестра, никто не заходит. Выходит медсестра, они же нервные все выходят из кабинета. Что вы тут сидите, кто сейчас идет? Мы продолжаем разговаривать. Я говорю, Юра, не ты сейчас, он говорит, ой, точно, я же сейчас иду. Но пока мы там вспоминали школу, детство и так далее, оказывается, что уже и очередь, можно сказать, прошла. Ну, и, наверное, мы после этой встречи, мы стали себя чувствовать лучше. Вот я думаю, что после сегодняшней встречи мы, конечно, будем себя чувствовать гораздо, наверное, лучше психологически или морально. Я, ребята, я практически помню всех своих, кто 10-11 заканчивал школу. Если вы мне напомните, потому что я бы и свое дело сделал. Ну, поэтому я желаю вам всего только добра. Я желаю, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы беды миновали вас, чтобы вы в семье у вас было все хорошо, чтобы вы не забывали, приходили в школу, получали заряд энергии. И чтобы о школе, об учителях, о друзьях у вас были только хорошие воспоминания. Всего вам самого хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ И вам большое спасибо. 2003 год. На российских экранах появляется американский сериал «Секс. Большой Смурадин». Наш кинематограф отправляет на это выходом сериала «Идиот». На Красной площади дает концерт по Маккарне, А гимназия номер один, уже гимназия номер один в 2003 году, становится базовой площадкой мегапроекта развития образования в России. Смотрим 21 век. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГИНСКИ ИНТРИГИНСКИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Жагать-ка давно с веком, а мы хотим шагать, нам хочется гулять. Но зато у нас есть классный советник этого года, он же руководитель молодежного хора гимназии «Универс», который в этом году покорил сцены европейских театров, хотела сказать. Ну, сцены европейские, Европы. И можно нам трогательный теперь видеоряд, а потом мы позовем героя нашего времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Васильевич Рознава, смотри. Повторяю. 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 Классный советник этого выпуска. Один-единственный, что ли? Нет, не один-единственный. Но он же руководитель молодежного хора, который в этом году... Какой год сейчас? Восьмой, 2008-й. Сейчас 2023, Андрей Васильевич. Нет, сейчас 2023, а там восьмой. Мы сейчас в 2008-м. Я там забыл уже. Вот. Можно тогда вам слово? Вы про какое слово имеете в виду? Ну, какое? Музыкальное, конечно. То самое, да? То самое, ага. А, понятно. Я вот-то задумываю. Я буду чего-то. Во-первых, пока я стоял там в ожидании своего выхода, я не знал, когда... Вот вы... Я вдруг вспомнил, как мы сейчас в 93-м... Где 93-й? Поднимите ручки. А, вижу. Ага, вижу. Когда мы становились туда фотографироваться, вдруг я слышу за спиной. А помнишь, как мы тебя строили когда-то? Я, я, по сути, я испугался, как ты говорил. А потом понял, что, в принципе, тогда меня молодого и надо было построить. Во-вторых, строили, но очень добро. И в-третьих, не помню, а помню ваш выпускной, когда он был в школе, когда было можно. Кабинет 3.11, богато уставленный стол, потом... А, уже меньше помню. Но, ребят, и вот, честное слово, учителя всегда, честно вам скажу, помнят самое лучшее. Поэтому, вот мне сейчас вспомнилось, как... Ну, может кто-то помнит, кто-то нет, когда вот здесь, в этом зале, 1 сентября, после актовой лекции, проходил маленький концерт. Маленький концерт, который мы делали для того, чтобы старшеклассники в течение двух следующих лет понимали, что им придется быть друзьями этих самых учителей. Вот, поэтому я сейчас прошу учителей, выйти на сцену. Я хочу вспомнить то, что было когда-то. Лен Баб, помните, сейчас вспомните. Пожалуйста, учителя, выйдите на сцену. Пожалуйста, учителя, выйдите на сцену. Пожалуйста, ближе подходите, не бойтесь. Не бойтесь. Можно вот сюда, но лучше не надо. А, девочки, мальчики, пожалуйста, чуть... Ну, спуститесь на ступень. Вы сейчас... Мне только что напомнили, что в 2008-м был руководителем хора. Вот. Вот это хор. Это старшеклассники. Перед тем, как мы пели замечательную писью, которая как раз и показывала, какие друзьями, Анатолий Александрович, будут старшеклассники и учителя. Поэтому мы сначала... Можно я вот это положу? Или по кладу, я просто... Ага. Если с другом вышел бой, если с другом вышел бой, не пойдет. Посмотрите, они уже выстроены. Их строить не надо. А вы вспомните. Если с другом вышел бой, если с другом вышел бой, не пойдет. Сущееся и граждан, они строят, они могут лучше. Еще раз. Если с другом вышел бой, если с другом вышел бой, силой дорог, если с другом вышел бой. Если свое можно уют. Где-то осмотрит три поля... Из любых клей. Это eğitima там, они ballast. И уже один отсюда. ПЕСНЯ 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 Гимназия осваивает сцены Красноярских театров, поскольку выпускники категорически не вмещаются в актовый зал. В последний раз состоялся выпуск катока АЭБИ и в последний раз в качестве директора старшей школы его провожал Рустам Фаидович Байбурин. ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходите. Да, чуть-чуть, но есть. Вот, сейчас и встретитесь на сцене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, можно, во-первых, аплодисменты. И плачусь, а не плачусь, а не плачусь, а не плачусь. А сейчас дадим слово тогдашему директору старшей школы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем здрасте. Сказали в этом прекрасном представлении, что не хватало тогда зала гимназии-универска для того, чтобы разместить здесь выпускников. И вот, наконец-то, эта проблема решена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, раньше, когда люди уходили из гимназии, была такая присказка прекрасная, что это не люди от нас уходят, а это влияние гимназии-универс расширяется. Вы можете себе представить, насколько велико влияние гимназии-универс, если два предыдущих выпуска уже где-то даже не могут присутствовать здесь. А из выпуска 2013 примерно 145 человек тоже находятся где-то в разных городах, странах и так далее. Мы везде расползаемся, и мы прекрасно влияем. Спасибо огромное тем, кто здесь и пришел. Вообще вот эти встречи, я подумал, а что такого может быть интересного, когда ты встречаешься со своими учителями спустя 10 лет? И мне кажется, одно вот такое важное есть, это такая возможность вернуться немножко назад во время и место, когда было хорошо. И знать, что это у тебя есть, и никто у тебя это не отменить, не отнимет никогда. Это чувство такая опора, якорь жизни. Может быть плохо, может быть тяжело, трудно и так далее. Но ты знаешь, тогда это было клево. И вот с этими ребятами было клево. Ничего не могу сказать. Это были прекрасные года. Это был, ну вот здесь вот есть два, два человека из моего класса. Я был, например, кто был классным советником. С тех пор я не останавливаюсь в этой роли, по-прежнему. Я классный советник, но уже в других школах. Но это первый класс, про который я все время рассказываю своим новым подопечным. Да. С ними мы поддерживаем отношения, встречаемся в Москве. А еще удивительно, я понял, что гимназия... Я здесь провел так мало времени, оказалось, на фоне вот всего, что сегодня было рассказано. Мне казалось, я провел здесь жизнь, а оказалось, это одна строчка вот в этой презентации. Но еще на помощь выпускникам приходит кое-что из присутствующего здесь сохранилось. Смотрите, их на сцене пятеро выпускников, но вот эти флажки, которые висят, они были повешены в 2013 году. И там можно посмотреть наших других выпускников, одноклассников и учителей. Вот эта картинка была нарисована к этому выпускному. Да, Леша Явлев, это наш, значит, из класса 11-й нарисовал эту картинку, и она вот уже 10 лет прекрасным образом живет. Очень много здесь нашего выпускника. Спасибо огромное. Пускай кто-то еще хорошее скажет. О, на стене граффити. Помнит, помнит стены. Можно сказать, что один из самых потоларивающих выпусков, это правда. Очень много с ними появилось. Это кинофестиваль, ЮАР появился с ними. Проекты, вот эти, голос, танцы. Это вот самое-самое начало вот этих всех активных проектов. Это было и с этим выпуском. Пели, танцевали группы, рок-группы. И сейчас они продолжают. Наш Виктор Голоднев, да? Вот, вы знаете, да. То есть, да, Катя наша Андреева поет тоже на сценах Красноярска. Ну, то есть, талантливый еще выпуск. Один из самых талантливых. Спасибо большое. Присаживайте, остаются на сцене, извините. Остальные пойдут слушать его в зал. Ну, там поруководить хотя бы немножко. Че делать? А сейчас там район в кустах, прям. Че делать? Че делать? Бей! Елена Борисовна, а как всегда в сценарии неожиданное появление, да? Конечно, это же наше все. Ну да. Минтурализация. 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 Мы поздравили мой опыт участия в Куре. Ну, у нас такой ламповый вечер. Поэтому я посчитал возможным что-нибудь. Надеюсь, если кто-то знает, Это песня, в общем, ни о чем. Может быть, о том, что город спит, Или о моих друзьях я видел их давно. Я живу с гитарой за спиной. Мне вода, земля, дорога, дом. Я, наверное, проиграл, Убеждая дурака. Дай бог, мне сегодня хорошо. Я, любя тебя, могу улетать. Джинни, Рэй и Роберт полетят со мной. Протяни свою ладонь, И я коснусь тебя крылом. И поверь мне, что нам будет хорошо. И поверь мне, что нам будет хорошо. И поверь мне, что нам будет хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо, что вы понимаете, как говорили. Можно нам еще один такой привет? Правда, не музыкальный, но от музыканта. От выпускника 2013 года Виктора Голднева, закончившего Гнесинский институт. И музыканта, композитора, который специально прислал поздравления к сегодняшнему дню. Привет, универс! С вами Витя Голднев из Москвы. К сожалению, нет возможности приехать на встречу. Всех помню, всех люблю. Каждого учителя в душе храни. 9-й В, 11-й бюро. Уже прошло 10 лет с момента выпуска. И считали еще один год, и как будто бы два раза закончил школу. Ну, скажем так, что учиться мы не перестали. Поменялись просто преподаватели, предметы поменялись. Мы все так же учимся. И учимся, как быть взрослым, как зарабатывать и жить эту жизнь. Учимся строить семью, общаться с детьми. Учимся проживать тяжелые моменты. Учимся проживать счастливые моменты. Так же, как всегда, находим и ищем себя. Я хочу пожелать каждому выпускнику двигаться только вперед. Делать глупости. Получай пятерки в жизни и себя за это любить. Получай двойки, тройки в жизни и себя тоже за это любить. И не упускайте шанса лишний раз улыбнуться. И не упускайте шанса лишний раз увидеться с близкими, увидеться с друзьями. Обменяться объятиями. И просто вспомнить, как было хорошо. И пожелать, как будет еще лучше. Каждому учителю хочу пожелать крепкого здоровья. И пусть в вашем голове ясно светится мысль о том, что ваше дело — это самое великое первоначальное провисирование, назовем это так, будущих взрослых. И вы нам в этом очень помогли. Я безмерно благодарен гимназиям. И скажу так, что в трудные минуты, да, я обращаюсь к воспоминаниям того теплого и особенного времени. С момента выпуска не покидало ощущение эйфории о том, что вот-вот сейчас что-то будет, будет новая жизнь, будет совсем другой этап. И я скажу так, что прошло уже 10 лет, а данное чувство до сих пор остается из года в год со мной. Хорошо это и плохо, я не знаю, но я могу сказать точно, что именно что вынуждает меня двигаться вперед. И я всем желаю не останавливаться. Столько великих дел впереди, пора совершать. Всех люблю, всем спасибо. Пока. Ну что, наступил у нас 2018, однако. В России впервые прошел чемпионат мира по футболу, который считается по организации одним из лучших. Золото завоевала команда Франции. А в гимназии университет впервые состоялся выпуск учеников инженерной школы, четверо из которых получили золотые медали. В этом же году школьная команда по бренд-рингу становится победителем на межрегиональном чемпионате по интеллектуальным играм и завоевывает оранжевую сабу. И в этом году у меня первый выпуск в старшей школе. Дорогой. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 2018 На сцену. Ваш друг из легенных И больше всех, и выпускники, и учителя, мы даже, может быть, почти вместе с вами на эту сцену. Так, сейчас я вниз. Я же говорю, что у вас должно быть очень много... У вас первый юбилей, пятилетний. Как выпускники, вы еще маленькие совсем. Ну, как выпускники. Но совершенно замечательные. Можно учителям все сказать? Вот Иркаль Николаевич, например. Ну, что вы там так сверху все коммуникуете? Голос это все звучит. Три мысли, которые посвятили меня. Первая. Ну, это мой первый класс. Я понял, что, ну, первый юбилей не хопом. Мне получилось их не испортить. Это здорово. Самые замечательные и прекрасные дети. Ну, на тот момент, конечно. Первая мысль. Вторая мысль. Вы знаете, как говорил, в членском фото на фотках. Они такие сначала стройники все, а потом как расширяются. Я понял, что мне это не грозит, потому что на всех фотографиях... Ну, я вот такой вот, это здорово. Рома. Ну, что ничего не изменяется. Я думаю, как здорово. Никто такого не скажет про меня. Ну, и вообще спасибо этому выпуску. Вы клевые, замечательные. Я вас очень люблю. И коллег, конечно. Ну, и детей в особенность. Все. Кому дальше играть. Каждый выпуск по-своему чем-то отличается и очень-очень дорог. Ну, про этот выпуск могу так сказать. У меня четыре было выпуска вообще. Но вот этот выпуск самый сердечный, самый душевный. Вот мы все пять лет были одной большой семьей. И самое, что приятное было, что мы были семьей и дети, и родители. Вот мы до сих пор даже дружим и с родителями переписываемся. Вот, спасибо, мои дорогие. И они не забывают и всегда приходят. Вот самые-самые такие родные-родные прям, детки мои. Забыл сказать, я тут понял, что я еще потом на выявлении Борисовне, да? А, Габрина Ивановна, я каждый раз заберу. Она говорит, вот этот выпуск я помню. Я вспомню вот этот пункт. Я думаю, ну вот у меня выпуск один такой. Но с другой стороны, я понимаю, что сейчас вот стоит на сцене мой выпуск 2018. В 1998-м сидит родительница, чья дочка училась в моем классе. В 1993-м году сидит родительница, чья дочка училась в моем классе. Ну и в общем я тоже много где успел засветиться. Ну, университет школа такая, поколений. Одни выпускниками становятся, другие учениками. И это прекрасно. Вы совершенно замечательные. Мы вас очень любим. Пожалуйста. Я думаю, что... Жизарка Николаевич побежит. А там есть специалист. А, извините. Хорошо обученные. И в качестве такой предфинальной, предфинального настроя на лирический лад можно нам очень коротенький, мне кажется, совершенно замечательный ролик с последнего звонка этого выпуска. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дочь, как приземлица к нам, Здесь свободы учиться. Оставить всё то, что жаль, Как нам ты, он сказал. Ну и очень практический финал. И можно звать на эту сцену снова Андрея Васильевича. А ещё Антона Александровича. Ну что ж вы так медленно уходите, Андрея Васильевич? Я даже боюсь, может быть, я как-то не то сказала. Рустам Фаилич, классно сюда. А, Рустам Фаилич, да, действительно. Тут уж... Рустам Фаилич, не упрекай, возьми микрофон третий, тебе нужно. Ещё у меня есть микрофон, я могу поделиться. Ну их три вообще. Это три, ну да. А микрофон на два, теперь три. Раз. Первый. Другие, потому что там тоже хорошо раздевает. Вот эта песня, которая сейчас прозвучит, заканчивают выпускные большинства здесь сидящих. Поэтому, если вдруг захочется, подпевайте. Музыка. 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 А как нас людей не ждут, но зовёт нас путь. Подгоняя ночи тень вот здесь, я сюда ещё вернусь. Мне бы только выбрать день. И пусть ты не хотел, но всё промчалось, как нено. Там ты запел, а тут не были беда кино. Но пройдёт нас путь, подгоняя ночи тень. Я сюда ещё вернусь. Мне бы только выбрать день. И вот здесь такое специальное место, когда наговорили добрые слова всем выпускникам. Но сегодня вы не выпускаетесь, поэтому я ещё скажу то, что на своём году 2013. Я понял, что я стал директором даже что именно в вашем возрасте. Не стесняйтесь брать на себя ответственность и идти вперёд. Друзья, подожди. Подожди. Но зовёт нас путь. Подгоняя ночи тень, я сюда ещё вернусь. Не будет только выбрать день Тихо, как будет жаль Если мне не хватит тру Если меня побывал И в ваших глаз, и в ваших рук Но зовет нас в путь Покаяя ночи день Я сюда еще веруюсь Не будет только выбрать день Не хотела такого беседу, но А надо было Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хехе Спасибо! Спасибо!